Белые снежинки Я злой и страшный Русский ор Я в поросятах знаю толп Триста тридцать три с ночи до зари От рассвета до заката Триста тридцать три Тааак Ну здравствуйте ребятки-невчатушки Я рад вас всех Кто остался Приветствовать на своем канале Шук моровеньки Ну или по другому Жук в муравейнике Интересно, а вот этот человек Который притворялся или правда коверкал Это ж с легкой так сказать руки Одного из моих зрителей Пошло вот это Шук моровеньки Вот Это типа так он писал Жук в муравейнике Ну притворялся или нет Но получилось забавно Шук в моровеньки Вот мне интересно Мы же тогда сказали Что это похоже на настойку Знаешь Типа деревенька Шук моровеньки Что-то такое Какая-то настойка алкогольная Этот человек Ну он был по-моему Ребенком или подростком Вот он остался со мной Смотрит меня Или он Ушел от меня Потому что Я Злой Русский Орк Да ушел наверное Потому что не помню Я больше никаких шуков Моровеньки Так Ну это не важно Со мной Зафигарился на максималке Хотя Так Уберить Уберить Через наушники Чиска завершена Так Купить Будут паузы Будут паузы Возникать Так Ну и что мы можем купить Для кольта Давай левые и правые Рукоятки Что там получается Сколько денег 360 А у меня 530 Так Отражатель Магазин Тяга курка А давай все подряд Покупать Я хз Что тут может потребоваться Мне в ближайшее время Ну да Поэтому 460 Мы давай купим Крупплонжеры Главное пружина Так Это дороговато Заглушка Пружина Отдачи Нельзя покупать На оставшиеся деньги Того Что не относится К данной модели Которую ты чинишь Не пускают Да Только списывать будут С моего бюджета О У меня тут смотри 20 Еще 30 Так Что там у нас с тобой Александр 510 Еще 20 бочинских Надо купить На 20 бочинских Купить Ну вот Разобщитель давай Купим И все Вот Купить Короче Когда покупаешь Вообще Нормально Залагивает Я не понимаю Чего Ну хрен Что-то 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 намутил О Почему Мы превысили Бюджет Не понял Схрена ли Мы его Превысили Нет А там Мне все Это не надо А почему Бюджет Превысили Так Погоди Я не понял Я тут Что-то лишнего Набрал 333 А Потому что 85 уже Шурик Было Ой Баран Ой Баран Баран Так И что тут у меня Лишнего А вот так Ставить надо Смотри Вот Вот ставь Что было 530 Мне 530 Не понял Я ничего не понял Что произошло Нет Тогда не надо А заглушка А пружина Не пружин Не надо Трубка Плонжера О Все Все Короче Вот так Пусть будет Фу Что-то Я не знаю Что-то игра Как-то у нас Лагает Жестко Так Значит Что там тебе положить Створик тебе положить А его там Тащить не надо Не надо Возьмите Ветаж для Смазки Берем Смазываем Все Быстренько Что приобретено Было Непосильным Трудом Нижние Крепления Так Теперь Быстрая Сборка Чик Так Завершить работу Новая деталь Крышка Главная Пружина Необходимо Заменить Дополнительную Деталь Наружи Так Вот у нас Стол Где мы можем Заменить Что там написано Прикрепите Лазер для Ручного Оружия Фонарик Для Ручного Оружия Так Лазер Для Ручного Оружия У нас Зажать Он Прикрепится Все Вкрасть Его не надо Теперь Вы можете Отправить Отремонтированную Пушку Назад Лучше Испытывать Его не надо Перезаряжать Заряжать Не надо А это что у меня Так Лежит А это мой Который Отправить Надо Да Его Отправить Надо Слушай Он Триндец Как Вообще Лагает В этом Вообще Лагает Триндец Так Оружия Никакого Нет Для Работы Здесь Нужно Оружие Ну Понятно У меня Здесь Оружия Нет Так Поищите Заказ Онлайн Давай Мы Сначала На Аукцион Зайдем Так Что у нас На аукционе Продается ПМ Уведомления Калаш Хочу Узи Хочу ППШ Хочу Не многовато Ли ты хочешь Многовато Ля Что поделаешь Так Ну и пистолет Макарова Давай захочу И мозг Давай Хочу Ооооооächen А так вот тебе ППШ Ха-ха-ха Я понял Ха-ха-ха Четыре Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха Уведомление Пока Никто Не поднимает Ставку Макарыч никому не нужен. Вон какой-то цхой кхун. Цхун. Цхун что-то там. Что-то цхун тут начал мутить. Ты цхун. Что ж ты, цхунчик, сдал назад? О, Сань Тимощенко. Сань Тимощенко на 25. Бочинских поднял ставку? А, а я на 5, а они на 25. Они теперь уже на 5. Вот они сейчас на отбивке могут перебить. А вот когда они перебивают на отбивке, там вообще проблемы. Так. Все. 3 продано. Так, ну и давай, короче, мы купим себе еще ППШ. Что же делать? Там Эдуарду Баул сразу начал торговаться. Ты понял, да? Сразу полез в торговлю. Сразу ему понадобилось. Кто там? Байк Сун? Байк Сун. It's my... It's my... Нахт, Нахт, Нахт. О, кстати. Сегодня звонит у меня телефон. Набилай мне звонок. Беру трубку. Трубку снимай и говорю. Я-Я! Вот так говорю. Вот так говорю. Я-Я! Секундное замешательство. Здравствуйте. Что-то там меня... Не, погоди. Она по-моему вопрос сказала. Здравствуйте. Я говорю. Котт, ну так. Еще замешательство секундное. Здравствуйте. Меня зовут... Или просто она... Ну, то есть она поздоровалась, да? Она говорит. Меня зовут Анастасия. Есть у вас пару минут для меня? Я говорю. Найн! И вешают трубку. Дико как дебил. Гы-гы-гы-кая. Обычная чистка для кольта. Он еще послужит после ремонта УЗИ. М4. Ой, не, погоди. Надо сначала пойти убрать. Все. Да, давайте уберем. Начать работу. Да! Нам его хранить. Смотри, с кобурой. С ремнем. С этим как... С шампалом. Все как положено. Так. Хранить. Так. С у нас ППШ тоже хранить. ППШ мы тоже будем хранить. Хранить. Так. А вот теперь пойдем глянем, дорогой мой друг Александр. Что тут нам предлагают? Кольтик. УЗИшку. Так. Грязный ППШ. А я вам сейчас... Я приму грязный ППШ. Так. Так. Я приму БУЗИшку. Я приму Кольтецкий. Отменить. Не, не надо отменять. И я приму карабин. Так. Все. Заданий нет. Аж ты какие! Заданий нет. Так. С кого начнем? Ну, давай начнем с карабинчика. У нас быстрая разборка. Поэтому и сборка. Карабин мы быстро сделаем. А потом пойдем... О! Отсюда вижу. Вижу детали. Детали коцанные. Коцанные деталь с улыбкой странной. Так. Что ему надо сделать? Запрос от клиента. Регулируемый сток с LV... Это D? Нет. LVO7. Хорошо. Так, хорошо. Но проблема с Amigos. Так. Убрать все лишнее. В этой не требуется. Ну, что ж. Детальки хорошие вроде как. Не поломанные, по-моему. Они мне могут пригодиться в будущем. Убираем все ненужное. Так. А это что такое? Отложи. Что там? Некоторые детали загрязнены. Ну, давай протрем сначала. Загрязненные. Так. Возьмите притирочную ветошь. Да-да-да. Та-та-та-та. Притирочный ветошь. Придурочно-притирочный ветошь. Так. Придурочно-притирочный ветошь. Протираем. Затворная рама. Затворную раму. Мы чистили ветошью с тобой когда-то. О, слушай. Вот это у меня постоянно испачканная. Я гляжу почти на всех кольтах она. Так. Далее. Создайте новую металлюзию деталь на станке ЧПУ. Неа. Неа. Ни в коем разе. Я не буду ничего создавать. Я куплю. Меня бесит создавать. Мы провожаем папу. Нас бесит создавать. У меня даже шомпол длинный есть. А, нет. Это не шомпол. Это удлиненная газовая трубка. Извиняюсь. Извиняюсь. Так. Отложить. Так. Ну что. Пошли. Какой у нас бюджет? Каков наш бюджет? 920 бачинских. Вот это я понимаю. Так. Ну у нас четверка. Карабин. Так. 18 дюймовый ствол. Оба. Потом. Выталкиватель магазина. Два берем. Потом. Простой прицел. Простой прицел. Два берем. Так. Потом. У нас шторку выбрасывали. Ой. Шторки постоянно у них вообще ломаны. Постоянно. Сыто пьяно. Три возьмем. Так. 620. Так. Слушай. А прицелы на него не нужны. Так. Тогда что? Ну тогда смотрим. Что еще мы можем купить на него? Так. Ресивер. Не нужен. Сколько у меня денег осталось? Три сотки. Три сотки у тебя, Шурик. Три сотки, да? Три сотки. Так. Мушка нужна. Рукоятка нужна. Хрен его знает. Линьонное накладное направляющее. Накладка карабин. Ну вот смотри. Вот это получается. Раз. Два. Три. 240. 60 бачинских осталось. Да? Магазин. О. Все, по-моему. Аккуратно. 920, да? Угу. 920. Все что ли? Ничего не пропустил? А да нет, все. Так. Забираем. Так. Для чего покупать левые детали? А что потом, когда свое чинить, не вкладываться? Ну, покупаешь какой-нибудь карабинчик на аукционе, понимаешь, да? И а у тебя уже есть детальки. Купленные, так сказать, за чужой счет. Ха-ха-ха. Ну, мы орки такие, да? Да. Унитазы любим тырить. И детали за чужой счет потепрепопоте. Но унитаза в этой игре нету. Вот. Поэтому будем детали за чужой счет мы теперь покупать. За счет бедных, понимаешь ли, людей. Из свободнейшей, демократической, демократической стране Соединительные Сатанинские Штаты. Так. Что-то я не пойму. Он у меня... Кровец ствол. Ствол, ствол, а не может подойти. Вот это вот протереть. Так, что там еще? А, все поймем, да? Да, все. Быстрая сборка. Опа. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, так, к сожалению, лихо получается. Да. Что там у него? Теперь вы можете отправить. А, все. А, все вы ему. Стрелять поедем? Не. Слушай, а прикольная пушка над себе такую сделать. Да? Только на нее, по-моему, ничего не устанавливается. Так. 120 всего бочинских я получил. Немного, конечно, но... Но... Но. Так. О! Мосберг. Ага. И еще один Узи. Так, давай. Чтобы с Узями набить руку. Так, а что там? Аукцион ничего не прислал. Люгер. Шлюгер. А, я ничего не могу купить. У меня тут все занято. Так, Шурик. И что там у нас с тобой? У нас с тобой есть два Узи, да? И внизу лежит Коль. Ага. Ладно. Давай с Узи начнем. Давай с Узи начнем. С Узи я. Ой, какой-то ржавый весь. Кстати, когда делаешь оружие для себя, не прокачивается быстрая сборка-разборка. Общий опыт получаешь. Смотри, 32 детали. А, кстати, Узи детали немного. Смотри, все, 32. Или половина потеряна. Что-то я не пойму. Простой прицел. Ладно, пошли с прицела. Что-ли, у меня откручатся ни хрена. Да что такое, я не знаю. Что, и пока этот заребедень, а то не вытащишь прицел, нельзя начать ковырять. Что, серьезно? Целик. А, там целик этот дурацкий стоит. Нет, ни хрена не целик. Пружина прицела. Да блин. Короче, оставь его в покое. Что, как это вообще открутить? Да ничего вытащить не могу. Когда-то там уже быстрая разборка будет. Что, зачем ты его взял? А, потому что я нажал взять. А. Вот почему. Я нажал взять. Так, что там у нас? Ну, антабку давай хоть оторвем. Пружина прицела. Так, ну, слушай, как это пружина? Что-то я забыл, когда этой хрень добираться-то. Так. Щелка, муфты, амортизаторы. Кто? Защелкал? Какая щелка, муфты, амортизаторы? А, щелка. Щелка, муфты, амортизаторы. Мне нужна срочно быстрая разборка. Хотя бы быстрая разборка этого УЗИ-шмузи. Да, блин. Отражатель. Отгажатель. Давайте отгажатель возьмем. Так, пружина прицела. Нет, с пружиной прицела я справиться не могу. Я вообще что-то на мне не разбирается. Слышь, ты что не разбираешь сегодня? Я тебя вроде всегда так ловко разбирал. Что мешает-то? Не знаю, Шурик. Что-то мешает. Простой прицел. Ну, простой прицел. И что? Я вот на него нажимаю. Он говорит, взять. Ну, взять, конечно, давай. Так, ага, Шурик. Вот, взял. А теперь, видишь, вот. Слушай, может, что-то изменилось немножко теперь. Они изменили в разборке. Как-то у меня раньше проще получалось. А теперь вот надо взять. Ну, так классно, конечно. Целик. Ух ты. А он у меня так раньше вокруг не поворачивался. А, потому что ты еще... Потому что ты еще держишь взять. У меня трехмерного раньше не было такого изображения. Хотя она вообще трехмерная всегда. Так. Вот, и заглянем в него, да? И вот мы увидим, что у нас мешает. Вот эта фигня убирается. Что-то как-то у меня проще раньше разбиралось, честь слова. Честь слова раньше Мариван проще разбиралось. Сейчас как добавили, что ли, какого-то реализма. Ну, может быть. Может, мне так кажется. Я не знаю. Я не знаю, конечно. Я не знаю. Направляющий желоб. Так, желоб направляющий. Давай возьмем желоб направляющий. Где желоб-то направляющий? Вот эта маленькая штука. Почему я ее не могу взять? Чего не так со желобом направляющим? Так, где он есть-то? Желоб. Чего за хрень? Вот это сначала выкрутить надо. Антабку эту. Потом только желоб. Не знаю. У меня раньше все проще разбиралось. Сейчас прям какие-то траблы. Хрен разберешь. Хрен разберешь. Как тебе разобрать? Что там тебе мешает? Шлоп ты направляющий. Так, Ватсин. У нас проблемы с разборкой. Вообще жесткие. Жесткие вообще проблемы с разборкой наступили. Муфта визира. Там еще муфту надо 10 раз разобрать. А, теперь не раскручивается так. Теперь надо брать. Что, прикалываетесь что ли? Слушай, так не было. А фон почему? Потому что оно теперь заставляет брать тебя. В руки. Ага. Деталь магазина. Слушай, а как это? Почему это так? Так не было раньше. Зачем так? Типа из определенного... Ну, слушайте. Они, да, изменили систему разборки. Ну, я не знаю. Она теперь типа более реалистичная. Ну, еще дольше будет все происходить. Не, мне срочно нужна быстрая разборка. Это вообще капец. Теперь все брать надо. Кто-то пожаловался. Я разбираю, ни хрена не понимаю. Я хочу типа изучать устройство оружия. Вот дебилы. Ну, и как мне направляющий желоб достать? Он у меня вообще не вылезает. Его кто-то держит. Ну. Отвалился. Фигня какая-то. Фигня какая-то. Ну, щелкните, чтобы взаимодействовать. А это что такое вообще? Так, у меня только одна деталь есть подходящая, да? Так. Создайте новую деталь. Купите некоторые детали. Загрязненные вот эти, которые красные. Так, короче, изменили систему. Разборки. По крайней мере, у меня так кацер. Может быть, вы теперь и за свое оружие опыт начисляете, а? За свое бы оружие был неплохо опыт начислять. Так, а как же я сейчас все это собирать буду? Ой, шурик. Проблематично. Мы все это будем брать. Это все будет намного дольше собираться. Так. То есть, и до этого казалось, что долго собираешься. Да. Ну, добро пожаловать в еще более долгую сборку. Да. Ну, ничего, потерпим. Не знаю, на какой стадии у меня там быстрая разборка для УЗИ. Но мне кажется, после вот этих двух точно будет быстрая разборка. Так. Еще пружин магазин надо почистить. Так. Почистили. Далее. Что они там говорят? Бюджет. Создайте детальное ЧПУ. Да ща. Так. Ща. Бюджет. 545 Бочинский. Так. А как он там у нас пишется? Так. УЗИ. Ой. Я не то взял. Хе-хе. Ну, да. Ты не туда пошел, Вася. Да бывает. Так. 545, Гриш. Да. Визир. Визир. Так. Нет. Это я на английский переключался. Визир. Муфт Визира. Так. Что там у нас? Накладка левая, накладка правая. Накладка левая, накладка правая. Так. Далее. Спусковой крючок. Спусковой крючок. Короче, УЗИ вообще потрепанный. Разобщитель. УЗИ. УЗИ досталось. Так. Накладка на ресивер. Накладка на ресивер. Вот она. Так. Теперь. Взводная рукоять. Взводная рукоять. И взводный затвор. Рукоять, затвор. Плоская крышка. Плоская крышка. Отражатель. Вот еще почему деталей так мало было, Шурик. Какой из них? Отражатель УЗИ. Отражатель УЗИ. Он? Нет. Он? Да. Возвратная пружина. У тебя половина пружина, у тебя половина деталей хрен была. Ложа. Ло-ло-ло-ло-ло-ложа. Все? Нет. О, передняя правая шторка. Шторка. Так, шторка у меня. Раз, два, три, четыре. Раз. 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 Два. Три. Четыре. Заглушка. Заглушка. Запорная шпилька. Ну и что там по деньгам-то в итоге? Там, наверное, больше пятисотен. Нет, 348. 350. Так, понятно. 350, Шурик. Почти 200 рублей у нас есть. Не знаю, будет все подряд покупать. Ну, ресивер, конечно, куплю дороговатый. Тружина магазина. Тружина магазина. Основание магазин. Трехместная планка. Накладка на ресивер. Планк тикотини. Комон, ты уже перестарался. Да, я тоже думаю, там больше. Там получается на 841. Так. Ну, мы сейчас лишний с тобой, Шурик, уберем. Да, конечно. Конечно, уберете. Естественно, уберете. Дражатель, вот, набрал кучу какую-то. Хрен с ним. Так, муфта. Защелка. Направляющая. Пружина. Целик. Защелка крышки. Простой прицел. Так. Пружина магазина. Пружина. Держатель. Все. А это там уже не нужно. Это планки, они слишком дорогие. Так. Слишком дорогие сие планки. У вас не хватает деталей, купите новость с помощью компа. Как? Каких у меня деталей не хватает? Я что-то не докупил. Ладно. Хорошо. Сейчас разберемся. Что-то Шура намутил. Что-то Шура не то купил. А, вот это писюльки не купил. Да, похоже, вот это писюльки не купил. Ну, ладно, писюльку еще куплю, извиняюсь за выражение. Она не должна быть сильной. Шибко дорогой писюлька не должна быть. Так, что там у нас еще? Визирь. Что мне там не хватает? А, кнопка на ложе не хватает. Кнопка на ложе. Давай, две купим. Да, да, да. Спешите с моих личных денег. Я разрешаю. Я разрешаю. Так, теперь все это надо смазывать. Смазывать аж под 30 деталек. Ну, что-то, сейчас смажем. Так. Так. Нобка на ложе. Запорная шпилька. Ой, теперь сядь, Шурик, собирать. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь, говорит, вы можете собрать оружие. Да класс вообще. Всю жизнь мечтал. А, он, видишь, он теперь, когда собирает их, он их поднимает. Ну, может, у меня здесь что-то включено? Автомаштабирование. Стол мешает подобраться к деталям. А, у меня включено, что стол мешает подобраться к деталям. Вот в чем дело. Все, понял. Все, понял. Ничего не изменили. Просто, говорю, игра обновлялась. И там какие-то кнопки отжались. Включились. Какие-то отжались, какие-то включились. Все, я понял. Вот в чем дело. Я понял, я понял. Вы, наверное, мне это уже пишите все видео. Да, ну, я теперь только понял, что стол мешает подобраться к деталям. Теперь мне ничего не мешает подобраться. Теперь у меня все будет... Вот для чего надо поднимать железяки. Тут можно добавить себе реализма. И стол тогда будет очень мешать подобраться к деталям. Не, ну это, конечно, прекрасно. Но его нахрен этот реализм. Ну и нахрен этот реализм. Потому что как это в реализм укладывается автосборка и авторазборка? А? Да кто это быстро собирает? Типа не мастер? Типа мастер на автомате все собирает? Нет, ну можно, конечно, там быстрая неполная сборка-разборка автомата Калашникова за одну секунду. Но у нас как бы не то пальто. У нас как-то разбирается все до винтика. Поэтому, по-моему, понятие быстро здесь несколько будет некорректно. Тут быстро не получится. Если бы я из него достал только затвор. Или, скажем так, затворное объединение, назовем его так. Да? Чтобы почистить слегонца внутри там ствольную коробочку. Ну и там основные детали затвора привести в порядок. А нет, я его разбираю полностью до последней писюльки. Это уже было сказано. Так, это шторки. Хоть разобрался, что мне этот стол мешает. Потому что я сейчас тут очень долго бы ковырялся. Так, ложу. То есть это приклад со шторками. Так, а эта фигня прикручивается? Прикручивается. Так, ну что, затвор впихнем. Впихивается. Впихивается. Извиняюсь. Извиняюсь, как говорил слоненок. В фильме про 38 попугаев. И затвор впихивается. И извиняюсь. Что это вы там извиняюсь? Впихиваете, да, Сергей Валерьевич? Так он говорил слоненок. Извиняюсь, а что это вы там сейчас впихивали? Так. Далее. Накладочки. Типа цевьё. Цевьё, цевьё. Так, ствол можно впихнуть? Нет. Ствол ещё впихнуть рано. А теперь можно? А теперь можно. А теперь вот этот вот муфтчик. Так. Ага. Можно. Стол, понимаешь, мне мешал скрутить вот эти две детальки. Ты представляешь? Да. Магазин собираем. Собираем магазин. Так, пять деталей мне осталось собрать. Так. Ну, магазин давай в рукоятку вставляй. Что там осталось? Крышечка. Накладочка на ресивер. Чпонь. Всё. Завершить работу. Просто выберите краску. О-о-о. Просто выберите краску. Если бы всё было так просто, для покраски можно скорректировать цвета. Посмотрите, что тут есть. Да я помню, 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 помню. Да. У меня опять заново с цветами собираться. Так, новый цвет. Новый цвет. Ага. Наклейки. Состаривание. Ох, тут даже ещё состаривание есть. А где состаривание? А, вот состаривание. Всё, понял. Так. Создать новый цвет. Новый цвет. Окей. Куда он поступает? Куда? Пока у меня игра лагала, цвет никуда не поступал. Предположим, вот он, новый цвет. Ох, как же. Как же она, ебица сердца, перестала лагает, а? А вот это, наверное, новый цвет. Слушай, а почему здесь цвета три? Так, нет, погоди. Мы давай с цвета будем разбираться. Так, мы давай будем разбираться с цветом. Ага, я понял. Вот я сейчас беру вот этот цвет и меняю его. Выбираю, каким он будет. Вот видишь, я его взял фиолетом. Так, вот этот я беру и добавляю в него. Таким его делаю, допустим, да? Или вот таким, вот, тёмным. Вот. Это мы цвета можем корректировать, которые у нас участвуют. Всё равно лагает песец. И не пойму, что с этими новыми цветами делать. Куда они поступают. Так, ладно. Разберёмся ещё. Ну, вот такой вот. Наденешь сарафан какой-нибудь. Допустим, ты женщина. И надела ты какой-то цветастый летний сарафан. Вот такой вот расцветочки. Как такая расцветочка называется, а? Есть гражданки швеи? И понавесил-то на себя УЗИ сверху. Такой раскраски. И всё, и хрен кто заметит, что на тебе такое УЗИ висит, когда ты вот в таком сарахване идёшь, да? О, тут его ещё надо разрядить, разрядить. Так, я помню, первым делом надо магазин доставать. Так, я его покрасил. А где же у него предохранитель там? Заведите курок, восстановите переводчик огня. Так, где же у тебя предохранитель-то, ёперный театр? Вот это? Да, полуавтоматический. Какой нужно поставить? Выстрел из двух стволов. Да нет, у меня выстрел из двух стволов. Всё, поставить на предохранитель. Всё, поставил. Так, что я ему отправить? Да, слушай, забирай свой УЗИ, нахрен. Я тебе покрасил его, конечно, вообще. Вырви глаз. Покраска называется вырви глаз. Ага, у меня только ещё ползвезды. До быстрой разборки мне далеко. Ну, ладно. Так, отправить УЗИ назад. Так, на аукционе что-нибудь интересное есть? Нету. Хорошо. Тут какие-нибудь задания. Новая работа прямо по курсу. Задания по вашим критериям не найдены. Погоди. А, мне не надо никаких критерий. Да? ППШ забытый под дождём. Затопленный ГЛОК. А что мне вообще по этим? По-па-па-па-па-па-навыкам? Так, мастерство. А, ГЛОК у меня уже мастерский, да? У меня как... Так, ППШ. О, можно ППШ. Он у меня знаток. Есть быстрая разборка. Так, тогда давай возьмём ППШ. Тогда давай ППШУХУ возьмём. Так, ну-ка. Давай возьмём ППШУХУ. Так, где тут у нас ППШХУ? Вот он. А это мой? Если это твой, его предложат положить. Его предложат положить в яшик. Так, нет, это не твой. Так. Ага, запрос клиента. Ну, тут только какие-то с прицелами и, видите, какого... Чудеса. И больше ни хрена. Так, что там у нас надо? Уберите ненужные детали. Ага, убрали. Так. Размещение детали. Размещите на столе детали. Ствол. Выберите для замены. А что, у него ствола, что ли, не было? А, они сломаны. Ударник. Так, тут, говорят, где-то у нас ударник искалеченный. Это отсутствует. Так, ударник, 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 ударник. А где у нас ударник? А, вот он. Так, знаешь что? Пошли-ка мы глянем. Понимаешь, в чём дело? Так, всё сломанное надо, понятное дело, продавать. Тут не надо держать всё сломанное. А вот всё жёлтое, которое надо отремонтировать, это тоже надо продавать. Потому что я это могу случайно на стол положить, и потом возникает, короче, проблема. Вот, повреждённое удалите. Вот, давай, вот это вот мы тоже продадим. Ну и нахрен. Без покрытия. Так, ржавчина. Удалите с помощью пескоструя. Загрязнение. Ладно, пока. Так, что там нужно? У вас не хватает деталей купить. Некоторые детали загрязнены. Что-то они у меня пескоструй пока не просят. Ржавого сильно, что ли, не попадается. Что-то меня не отправляют. Не отправляют пескоструй. Пескоструй меня не отправляют. Так, у вас не хватает деталей. Купите. 365 у меня, значит, что... Что-то мне нужно купить. Планка Целика. Планка Целика Тип-1. Планка Целика Тип-1. Рычаг-взводопредохранитель. Рычаг-взводопредохранитель. Давай купим дверь. Так. Сколько у меня? 25. 340 у меня есть, короче, денег, да? 340 денег. Корпус магазина. Крышка магазина. Давай все, что магазин и качай. Касается вот это. Купим. Так, сколько я там накупил? На 220. Так, на 220. 335. Еще на 30-ку. Так, на 30-ку говоришь, да? Раз. Раз. Два. Три. Ой. Ой, что-то куда-то я нажал. Так, вот. На 365. Купить. Покупаем. А что, я вам там свои детальки вкладывал. Там у него, кстати, ствол был, да? Ах, а я ствол не купил. Ну ладно, ствол в следующий раз куплю. Следующий раз купим ствол. Забираем. Так, раскладываем. Что этот купил? Какую-то хрень купил. Прицел у него маленький в этот раз. Простенький. Так, все. Теперь ветошью. Смажем. В этот раз приклад не надо смазать. Да, потому что приклад не красил, не белил, не покупал. Все, а теперь Шурик собирать придется. Теперь можно собрать. Погоди, слушай. А он у меня в этот раз магазин-то не разбирал, да? А-а-а. То есть во время быстрой разборки, что не надо, он не разбирает. Магазин-то не разобранный, смотри. Ха-ха. А так-то магазин был полностью разобранный. Да. То есть если магазин не грязный и чинить его не надо, то его не разбирают. Что-то новенькое раньше разбиралось. Все. Ладно, хрен с ним. Ну да, раньше нельзя было, пока полностью не разберешь, отвертеться. К следующему этапу нельзя было перейти. А теперь разрешают не собирать, не разбирать полностью. Да, слушай, с магазина, без магазина-то он намного быстрее будет собираться. Там сколько в магазине деталей глянь. Ага, да, видал? Вот. Вообще магазин, кстати, не разобранный, да? Да, вообще не разобранный, смотри, полностью целый. Да, а в нем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да под десять деталей в нем. Ах, вон оно что. Магазин не стали разбирать. Ну это, конечно, нам значительно ускорит. Не то слово. Слово не то, как ускорит. И что там осталось? Магазин. Держатель мушки. А, ну все, магазин и мушка. Так, теперь вы можете отправить. Ага, этому гусю надо отправить. Или, не, или нет. Забирай. Заказчик принял, все было сделано. Ну, было и хорошо. Так, отправить обратно. Так, оружие. Что тут у нас? Восстановление ржавого гаранда. Переоснащение поломанного глока. Что у нас на аукционе? Понятно, на аукционе нихрена пока. Так, что тут еще с тобой у нас, Александр? Узи. Ппшаха. Давай, ппшах. Мы их быстро разбираем. И иногда, когда они надо чинить магазин... О, это ресивер крякнутый. Или что? Не, по-моему, пескоструить придется. По-моему, придется пескоструить. Так, необходимо разобрать оружие, чтобы заняться ремонтом. Тоже, по-моему, магазин не будет. Не, у этого магазин разобрало. Поверьш, потому что магазин загрязненный. Так, некоторые детали загрязнены. Пескостру еще придется использовать. Это был не халявный ппш. О, этого магазин никуда не годится. Не годится никуда! А у этого, по-моему, ни одна деталь не поломанная. Сейчас поглядим. Не туда. Так, возьмите деревянный брусок. У вас не хватает детали. Не, есть ни детали. Настоящий. Так, ну сначала давай за пескоструим. А, ресивер, видишь, он сильно ржавый у меня ресивер. Сейчас, пескоструйся. Ресивер и крепление ресивера. Это реализм, что ли, с пескоструйку добавили? Больше вертеть надо. Нет. Теперь мне все это надо заанодировать. Покрыть, так сказать, заново. Так, в какой воде сначала? В каустическом мыле. Потом холодный. Потом выполните оксидирование. Выполняю оксидирование. Так, теперь промойте детали в холодной воде. Теперь промойте детальки в горяченькой водичке. Хорячей. Хорячей водой. Все. Забрать. Забрать. Отложить. Так, пошли. У вас не хватает деталей. Так, деталей, говорит, у меня не хватает. Какой же у меня будет бюджет? А, деревянный брусок еще прикладно сделать. С прикладным лучше не спорить. Лучше сделать. Так. Что он говорит? Шелкнуть, чтобы вести машину. Что-то я не понял. А что надо? Брусок взять? Возьмите деревянный брусок и сделайте из него нужные детали. Ну, а где деревянный брусок? Я не пойму, что ему надо. Куда мне показывать? Ну, возьмите деревянный брусок. Ну, где брусок? Ну, вот брусок, да? А, ладно, пошли купим. Что-то я не пойму. Ну, это же вроде брусок. Вроде, да. А что не так-то? Ложу. Ложу надо купить. Мне надо купить ложу. Где ложу? Не понял. А почему он меня отправляет его покупать? Я не понял. Ложу красить, что ли, надо? Она не крашена, что ли? Что за хрень с ложу происходит? У меня что, ложа была не крашена? Я ее сюда положил. С ломаным. Ну. А почему она не убралась? Так, что-то какая-то лажа у нас с ложа произошла. И почему-то я не могу ее сделать новую. Так, Шурик. Есть тут ложа какая-нибудь старая, поломанная? Из-за этого, наверное. Так, загрязнение. Приклад. Какая? Так, не пойму. Не пойму, что происходит. Опять какая-то фигня. Так, от ППШ детали, наверное, раньше были, да? Да, это вам не ППШ, а нихрена. А, нет, вот деталь, потому что от ППШ, но... Тут деревянных нет. Так, ладно. Деревянные где были? Ржавчины без покрытия, загрязнение. Почему у меня не получается детальку новую делать? Почему меня кот разворачивает? Ну, беспроводная дрель... Левая кнопка мыши... Беспроводная дрель, а левая кнопка мыши для использования. Да, нихрена, я ее не могу использовать. Короче, забей, пошел я покупать. Не знаю, не получается нихрена. Короче, я это, переплачу за нее. Что-то я не понял вообще, что с ложью произошло. Почему она у меня не покупалась? Почему я ее не мог не вырезать, нихрена? Не знаю, почему-то не давали вырезать новую ложу. Что-то было... Ну, что-то было не так. Ну, вот, а что я не понимаю? Я не понимаю, что было. Надо поломанную ложь сразу покинуть нахрен. Послушай, что с ложью не так было? Почему не дали ложу сделать? Вот она, сломанная, продать. Не понимаю я. Я не понимаю, что было не так с ложью. 22 детальки. Чего было с ложью не так? Почему она не пилилась новая? Ну, что-то я делал неправильно. Если бы все было правильно, она бы пилилась. Ну, просто ложью, конечно, проще делать новую, чем покупать. Она намного дороже покупная. Но, 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 но. Но хрен там плавал. На спине по финскому заливу, да? Вообще. Очень, очень сильно плавал на спине, и ничего мне не получилось. Ни хрена у них не вышло. Так, детальки затвора. Собственно, затвор. Так, приклад этот чудный. Можно присоединить? Можно. Так, затыльник не можно? Пришпандорить. Можно. Так, дальше. Что тут у нас? Рес-сивер. Там всего пять деталей осталось. Причем две из них. Это вот эти микромушки. Ну, и, собственно говоря, магазин. Сейчас меня отправят с этим ППШ на стрельбище. По тарелочкам стрелять. Ай. Можно не по тарелочкам? Не, я все, я его отослать могу. Давайте без тарелочек. Так, 270 бочинских заканчиваем. Сник принял. Мне еще, по-моему, один или два ППШ. И я смогу уже... Так. Мозберги, 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 мозберги. Ну, давай мозберг возьмем. Так, польт, мозберг, узи. Мозберг давайте. На нем быстрая сборка, быстрая разборка. Присутствуют. Так, что там надо? Необходимо разобрать оружие, чтобы заняться ремонтом. Ну, разобрал. Остановите прежнюю деталь на токарном станке. Поврежден ли деталь на токарном станке? Стол. Так. Пошли. Ствол, точнее, не ствол, а ствол. Пошли сразу деталью соберемся. Так. Давай, мы ствол ему починим. Так. Кота там включать можно? Уже можно, да? Подавай. Подаю. Так. Отодвиньте, задвиньте. Супор. Так. Что там надо взять? Не помню. А, напильник. Стволик надо немножко напильником притереть. Возьмите кожуру, то есть шкурку. Используйте токарный станок. Обработайте края шкурки. Да, пожалуйста. Так. Установите фартук. Да, пожалуйста. Ослабьте крепление РСЦ-держателя. Поверните РСЦ-держатель. Затяните крепление РСЦ-держателя. Переместите, значит, суппорт. Переместите, начинайте резку. Начинаю резку. Дождитесь в завершении резки. Дождался. Так. Теперь надо взять, как его там зовут? Какую-то фигню. Называется она. Притир. Вот он, притир. Я так понимаю, его в ствол пхать надо. Размещение деталей на столе. Некоторые детали надо разместить. Ствол. Так. Теперь пружина-ударник. Некоторые детали надо разместить на ударном столе. На ударном столе не надо чёрт смещать. Так. Теперь. Некоторые детали загрязнены. Протрите их ветошью. А что вы говорите? Детали загрязнены. Ветошью протереть. Ударник. Производство. Передохранитель. Рычаг блоки ратора. Ружья. И курок. Курчишка. Всё. Отремонтируйте необходимые. У него отремонтированные детали необходимо тщательно смазать. А, то есть всё. Тут только смазать. Ничего. Что, бюджета нету? Ну, получается, нету. Сейчас гляну ради интереса. Есть бюджет или нет? Не, Шурик. Нету тут никакого бюджета. Смотри, ноль. Нет, 25 бочинских. А что же они за 25 бочинских мне предлагают? Так. Ну, вот это давай купим. Давай. Ой. Я галочки не поставил, да? Да. И с меня списали. Я так просто это не оставлю. Я всё равно потрачу. Я всё равно потрачу свои кровные. Так. Быстрая сборка. Теперь нужно отправить оружие к клиенту. Хорошо. Отправляем. Клиент, забирай. Товарищ клиент, забирайте. Так. Люгер. Проблемы. Оживить Глок. Ну, возьмём Глок оживить. Но мы сейчас будем не Глок оживлять. Мы сейчас будем заниматься УЗИ-ей. Правильно? Кольт. Глок. УЗИ. Сейчас вот этот УЗИ сделаем, а потом поглядим, что делать. Так. УЗИ ты будешь разбирать? Да. УЗИ я буду разбирать. Тут всё. Тут всё вручную. Тут ещё даже быстрой разборки нет. Это тебе не по пыша. Вообще не по пыша. Ой, у него там детали, глянь, 40 штук. Её, первый театр. 40 штук деталей, а? После этого у меня должна быть быстрая разборка хотя бы появиться. Что тут у нас ещё? Крышечку. Что там надо с УЗИ сделать было? Что-то там какое-то конусовидное дуло. Что-то там с дулом у него. Конусовидным, не томным. Так. Только вот эту снять не снимается. А почему? Простой прицел. Ой, простой прицел. В прошлый раз ты у него хрен хотел вот так откручиться. А я всё думал, что такое. Это, оказывается, стол мне мешает. Это вам мешает стол, было написано. Я не понимаю, что он мне мешает. Какой-то... Кто такой этот потерпевший? Что мне стол мешает? Как он мне мешает? Я не понимаю. Оказывается, стол мешал. Прикинь бы, я не понял, что мне надо это изменить. Я бы страдал до сих пор. И вы тоже вместе со мной. Да. Так, 20 деталей ещё. Там прицели ещё не всё гладко. Да, там вообще не гладко. Так, а что же я не пойму вот это вот? У нас какая-то деталька не разобралась там из затвора. Так, защёлка, муфты, ствола. Да, если эту защёлку не поставить, то хрен ты чё разберёшь. Так. 12 деталей. Направляющий жлоб. Ага, я в прошлый раз вообще достать хрен мог этого жлоба направляющего. Сдаётся мне тут пескоструить придётся, да? Да, по-моему, придётся. По-моему, придётся. Какие тут детали больно уж печальные. Значит, будем пескоструить. Так, что там у нас ещё с тобой, Шурик? Верхняя часть магазина есть. Взводный затвор. Нет, это не взводный затвор. Ещё пока. Так, ложа. И муфта ложи. Так, а тут? А, тут не разбирается, потому что не надо. Некоторые детали надо разместить на монтажном столе. Это ж какие детали? Помню, помню, покупал. Так, создайте новую деталь. Восстановите прежде деталь на токарном станке. Так, ну пошли на токарном. Восстановим. Справить сбитую дульную часть ствола. Хорошо. Хорошо. Исправим. Ну и чё? Щёлкните, чтобы исправить билю. Починить. Ну. И чё? А, всё. А, ствол поставить. Что-то и какой-то сбой был опять. Слушай, я на ту фигню не нажимал. Она закрутилась. А можно испортить ствол на станке? Ну, испортишь, новый купишь. Да, понятное дело, что куплю. А, ну тут та же история. Напильник. Наждачка. Потом резцом пилим, режем. Потом берём притир. Да? Да. Установите фарту. Раскварьте резцедержатель. Поверните резцедержатель. Ещё раз затяните его. Подождите завершение. Да, да, да. Возьмите притир. Выключить токарный станок. Заберите деталь. У вас не хватает деталей. Некоторые детали надо разместить на монтажном столе. Ну, ствол, понятное дело, починенный. Я разместил. Так, создайте новый деталь. Нет, я пойду покупать. У меня 140 всего лишь, да? Немного. Накладка лев. Накладка. Это что у меня? Это у тебя не УЗИ. Я вижу, что это у меня не УЗИ. Так, накладка левая. А у меня нужна именно накладка левая. Так, потом спусковой крючок. Спусковой крючок. Отражатель. Такой мой отражатель. Вот этот? Вот этот? Так. Ну, у меня еще 40 починских осталось. Так, 10, 20, 30. Нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем, 40. Покупаю наугад. Потому что кто его знает, что там в следующий раз потребуется. Ой, все равно 120. Плохо считаете, Шура? Ну. Либо я там что-то не кликнул. Да хрен себе. Кликнул, не кликнул. Еще похрен. Так. Некоторые детали загрязнены. Протрите их веет. Так, все-таки не песка струй. Детали загрязненных, только, по-моему, будет 2 десятка. Нет, всего лишь 15. Очень грязный узи мне попал. Попались. Где-то и над ним как-то не очень за ним ухаживали. И мучили его, бедного. Наверное, в каких-нибудь лесах Амазонки какой-нибудь. Где-нибудь он там слизился. В каких-нибудь партизанин. В каких-нибудь испанских партизан. Нет, мексиканских. Так. Тех, что там протер. Магазин протер. Теперь верхняя часть с магазином. А, нет, пружина, извиняюсь. Ни на что не похоже. Верхняя часть магазина. Взводная рукоять. Тоже ни на что не похоже. Далее, передняя шторка правая. Нет, это плоская крышка. Это не передняя шторка. Так, передняя шторка и заглушка. Передняя шторка левая. Она вон какая. У нее там что, под ремень? Наверное. Так, теперь необходимо смазать отремонтированные детали. Тоже почти два десятка смазывать надо. Что там еще у нас? Отражатель и визир. Ай, теперь собирай, Шурик. Собираю. Собираем. Так, теперь можно эту поставить. Хотя, ладно. Успеется эту поставить. Так, смотри. Вот тут он не разобрал затвор, да? Ну, потому что не требовалось его весить. То есть, теперь не все полностью разбирает, да? Получается так. Если там деталей нет. Поломанных, испорченных, грязных и так далее. То их разбирать не заставляют. Нажаловались товарищи игроки. Сказали, ну какого хрена? Если нам надо смазать затвор. Зачем мы выкручиваем мушку ему полностью и целик разбираем до каждой пружинки? Если они в нормальном состоянии. Ну и разработчики сказали, да действительно, зачем? А зачем действительно? Зачем, зачем? Я тоже хотел бы знать, зачем. Так надо. С его к ним двигать. Кого к кому двигать? Так. Еще 20 деталей. Блин, какой он. А, ну да, тут же вон этот удароспусковой механизм. Тут эта рукоятка стыжа кнопок. Да, да, да. И что, у меня сейчас должна быть быстрая разборка, Узи? Сейчас. У меня будет быстрая разборка. А после быстрой разборки... Через некоторое время придет и быстрая сборка. Ну, не такая, конечно. Не так прям уж быстро придет. Так, еще 14 деталей. Нет, пока вот эти все не соберешь кнопочки, ты не сможешь поставить накладки. А вот теперь накладки должны уже накладываться. Правильно? Правильно. Они не только должны, они и будут накладываться. Так. Ну, а теперь детали затвора можно сюда вложить. Пришло самое время. И что, магазин собрать? У нас магазин тут не собранный, да? Все. Завершить работу. Пора проверить работоспособность оружия. Красть хоть не заставляет. Что там, звести? Завидеть курок, установить перевозчик огня. В положении выстрела из двух стволов. Подтяните затвор, чтобы завести курок. Так, звести курок автоматической стрельбы. У меня есть автоматическая... А, нет, полуавтоматическая. Поставьте на предохранитель. Все. Не надо никуда ехать. Ура, эксперт! Теперь узи будут сами разбираться. Собираться только они пока сами не будут. Ну, ничего страшного. Так, что там на аукционе? Ни хрена интересного мне не прислали. Так, глоки, люгеры, старые, ржавые. Так, что тут у нас? Глок, кольт. Ну, глок у меня быстро разбирается. Кольт тоже быстро разбирается. Так, что там? А, глок. Мне не нравится современное причудливое оружие. Да, уж как уж оно причудливое-то современное. Так, что там тебе сделать надо? Запрос клиента. Аксессуар с модификацией магазина. Так, разборка завершена. Начинается. Что тут у нас? Разберу, убрать лишнее, да? Уберить ненужные детали. Убираем. Так, отложить. Купите детали. Так, новые детали необходимо разместить на монтажном столе. Хорошо. Все, что ли? Все, вроде. Так, некоторые детали загрязнены. Ну, давай протрем сразу. Так. Соединительный блатчок. Затвор кожух. Кожух-затвор. Так. Спусик. И предохранитель спускового крючка. Окей. У вас не хватает деталей. Так, как у меня в бюджет? 656. Бюджет какой-то уж грандиозный. Так, что там у нас? Основная подушка. А, еще зеркальный прицел нужен. Основная подушка. Так. Патронник. Патронник. Все, по два буду покупать. Так. Левое, нижнее, направляющие. Направляющие. Левое, нижнее, направляющие. Правое, нижнее, направляющие. Нарезной ствол. Нарезной ствол. Гайку куплю. Так. А, она тоже нужна. Верхнее, направляющие. И нижнее, направляющие. Нет, только верхнее, направляющие. Верхнее, направляющие. Давай, две возьмем. Так, что там у нас получать? 490, да? Ага, еще там 10. 75, да, бочинских еще есть. Так, 75 бочинских. Что же нам купить за 75 бочинских? Рельс компенсатора. 50. 65. Не знаю, по-моему, все. 565. Так, купить. А, там же прицел еще нужен был. Ты бабки на прицел, который отведен, и тебе потратил. Ай, да похрен, у меня, по-моему, есть прицел. Разберемся. Зеркальный прицел. У меня, может, есть зеркальный прицел. Нет, я за свои бабки куплю. А что вы так и переживаете? Я куплю за свои бабки вам зеркальный прицел. Ну что вы? Куплю таки этот прицел. И зеркальный, и зеркальный, и зеркальный куплю, и зеркальный. Все прицелы куплю. Как говорил один некогда известный актер А потом он стал просто предпринимателем Я всех вылечу Правда, в данном случае шутка плохая Потому что там человек погиб Ну, в общем, я зеркальный прицел куплю Не понял, о чем зеленым светится А, быстрая сборка Да, давай мы соберем Так Покрасить О, еще покрасить надо Понятно Так, краска О, смотри-ка я краска Вот почему каждый раз что-то новое А, она так изображается Это масштаб О, видишь, я понял Это моя краска осталась Но я теперь все буду так красить Я все буду в такой цвет теперь красить Это мой основной цвет Не понял, а это почему такой мелкий получился Я же ничего не менял Странно Вон эти детали красят в более мелкую краску Это багуля какая-то Ну, походу, да Да Хм Да, закончил я по краску Что же не закончил Так, необходимо установить Так, где же у нас зеркальный прицел А у меня нет зеркального прицела, да? Это что такое фонарик ручного оружия? А если поставить то, что не было? А, он никак не реагирует Я тебя понял Так, ну ладно Зеркальный прицел давай за свои бабки Не туда Так, пистолет, Глок Зеркальный прицел А он мне не дает завершить работу Потому что детали лишние установлены Понял, да? Нельзя поставить то, что не планировал заказчик Пестик, ты куда делся? Ооо, у меня проблема Я ушел, пестик остался в воздухе Так, надо отложить Так, и теперь завершить работу Твою дивизию У меня проблема Ватсон, у нас проблемы Ты глянь Я багулю словил Ладно Давай мы с него снимем Вам еще нужно поработать над этим оружием Ага Фу, газ мне в глаз Шулик, не ставь, что клиент не просил А то хрен это Потом отправишь назад А, еще раз УЗИ есть Хотишь УЗИ? Хочу УЗИ Я его теперь могу быстро разбирать Так, быстрая разборка Все разобрал? Все разобрал Создайте новую Встановите на токарном станке Поврежденную деталь А что там опять со стволом проблемы, да? Я понял Ладно, я закруглюсь А то у меня там уже скоро стрим Так, давайте мы с тобой, Шурик, вот так вот Сохраним игру Продолжим тогда в следующей серии В следующей серии надо будет заняться моим А, когда у меня какое-то оружие в работе Нельзя поглядеть, что у меня въедет В этом лежит Слушай, а что же меня не присылают, понимаешь ли? Не присылают мне уведомлений Ладно Ну, в общем, займемся мы В следующей серии Моим оружием в Сефе Значит, сопровидению припоручаю вас, дети мои Заклядай, а, стерегайся выходить на болот В ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно Спасибо, кончено